Друзья, всем привет! Блок Динамо Тайм продолжает следовать по маршруту команды и сегодня у нас не игровой день, мы в Питере и что мы делаем? Отправляемся с Виталием Пинчуком куда? Пышечно! Это одна из таких каторжей города и многие говорят, что если ты не пробовал пышки в Санкт-Петербурге, значит ты в Питере не был Сталя, привет! Как дела? Сделали вид, как будто мы с тобой не виделись, не ехали вместе в такси Слушай, ну ты полтора года играл в Питере, ни разу не был в Пышечной. Раньше слышал ли ты об этом месте? У меня тут тебя такое услышал. Ты был на обеде, думаю самое время подкрепиться и совершить небольшой десерт. Ну да, прикольно попробовать, это какая-то городская замечательность, это очень интересное. Поехали в такси, Виталийка вплотно изучила комментарии и отзывы к этому заведению, что прочитал? Интересно? Все говорят, что возвращает в советские времена, я там не жил, попробуем. Потом Диме Коробову расскажешь с Ильей Шенкевичем и Андреем Стасимом. Да, им как раз таки надо сюда съездить, попробовать. Можем с собой взять, доставку им доказать. Думаю, что это места для наших опытных возрастных ребят. Лучка 22, да. Я считаю очень гуманно. Это сколько на белорусских? Это 100 рублей, словно там 3 рубля. Сейчас 3, 3, 66. Шесть копеек, шесть копеек надо. Шесть копеек. Сахарной пудры вон не жалеют. Сейчас попробуем. Мы отдали за 11 копеек кольц-кофе и вода 370 рублей, я считаю, очень даже приятная цена. Очень вкусно. Они маленькие такие прямые. Очень маленькие. Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Здесь вывлечено. Можно было пачкаться здесь. В пластинировке, углеводная кровь закрыта. Я говорю, смотри, настолько советские времена, что коты кушают вместе, экстремейки. Прям на стуле сидят все четенько. Если Норманд увидит, он будет доволен? Ну, увидит, наверное. Своим питанием. Он увидит, наверное, но не будет доволен. Мы попросим у него прощения, что залит отработать. На два почти ты сделаешь больше. И на две минуты больше велик покрутишь. Да. Обязательно. Ну что, Виталь, твой обзор и оценка данного заведения? Да, очень так все простенько. Наверное, по-советски вкусно. Мягкие пышки делают за секунды. Обслуживают каждого человека. Вслуживание реально моментально. Мне кажется, минуту простояли максимум и нам все подали. Быстенько, горяченько, вкусно. Сколько ставишь Пинябаев этому заведению? Да максимальную оценку, конечно. Десяточка? Столько народу. Просто толпы заходят, толпы выходят. И реально это, наверное, городская такая достопримечательность. Все, Пиня, открывай такое же в Злобине заведение. Берите статуру и... Ну, надо узнать. Видите, с 1958 года это делают. Ну, чтобы мы немножко отдохнули, приехали на арену СКА. Учитывая, что здесь проходит концерт Анны Асти, к которому сейчас полная подготовка, мы тренируемся в хоккейном городе СКА. И, кстати, концерт пройдет послезавтра. И завтра все, что будет подготовлено, то, что вы увидели кадр до этого, будет поднято под своды арены. Любопытно, как бы не повредить какие-то софиты во время жарких батарей матча. Ну, будет интересно. Вот именно здесь сегодня пройдет тренировка у нашей команды. Придется преодолеть небольшое расстояние в форме из арены в арену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да не снимай ты! В него время пришел, Женя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кого это после тренировки идти распаренным по улице? Очень плохо, можно заболеть. Да. Завтра на игру не выйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как пошел или чем занимались? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все как обычно. В рабочем режиме. Готовимся к завтрашнему матчу. Слушай, Питер встретил такую дождливую погоду. И как провел сегодня день? Полдня был свободный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да никак. Позавтракал. Отдыхал. Пообедал, поспал. Все идет на восстановление. И чем поддерживать заниматься? Мы сегодня с Кипенчуком ходили в Пушечную. А ты чем будешь делать? Куда ходили? В Пушечную. В Пушечную. Ну, которая существует в 1958 году. Не понравилось, что я живу? Ну, почти, да. Она существует в 1958 года. И что, как вкусно? Ну, прикольно, да. Очень дешево. Знаешь, какая там пушка стоит? Сколько? 22 рубля российских. Ну, это, типа, копеек 60. А кого быть не может? Серьезно тебе говорю. Да, и кофе 50 рублей российских. С восхищенным молоком. Как в старину. Могу тебя сводить тоже. Это недалеко. Я кофе не пью, только по чаям. Да? По чаям. Какие чаи порекомендуешь нашим болельщикам? Пуэр. Да, китайский чай. Китайский? Падрик лучше, чем кофе. Да? Конечно. А еще? Какие-то топы есть? Молочный улун. Ага. Ну, я там уже не перепомню. У меня большая коллекция дома. Красавец. Да. Спасибо. Отдыхай. Как настроение у команды? Теорище после шестого матча выигрывается. Ну, настроение всегда будет хорошее, когда выигрываешь, когда тем более еще и серия побед идет. Это дополнительные эмоции. Настрой хороший на следующие поединки. И верим, что продолжим победную серию и привезем эту серию домой. А сегодня у нас тренер проходила из-за концерта Анны Асти. На зеленой хоккейной городской. Ты зашел на лед и сказал, о, как дома? Или дома? Я дома? Да? Родные стены? Да, родные стены. У тебя все с какими эмоциями связывают тебя? Ну, такое странное ощущение, когда приезжаешь туда, где там 6 лет и уже тренировался, постоянно жил на этой базе. Такое особое ощущение. Возможно, немножко сбитый вопрос, да, но является ли цвет поединок принципиальный в какой-то мере? Ну, конечно. Он также и принципиально для нашей команды, как нужно выигрывать. Как думаешь, за счет чего завтра мы можем быть близким к успеху? За счет каких компонентов игры? В первую очередь за счет командных действий, самодачи, а дальше уже придет результат. Главное – верить друг другу и в победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Да, абсолютно уникальная и неповторимая техника смягчения формы после сушки от Алексея Колосова. Честно говоря, я сам бывший вратарь и такого мало где видел, что буквально Леха может в бутылку воды, а то и больше вылить на свою форму, на перчатки, на шорт, на щитки, и ему это нисколько не мешает. Хотя мне, наоборот, всегда не нравилось играть в мокрой форме. Но Леха во всем уникальный, даже в этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы играем снова в 19.30, довольно позднее время. Но у ребят будет время на отдых. Довольно интенсивная раскатка. Допускаю, что сегодня также наша команда выйдет позже на предматчевую разминку. Так сказать, дает нам это определенную свежесть. И парни более опасны в городу соперника. Так что сегодня уже знаем, что не сыграет Илья Шенкевич, да, я говорил, Олег Пожиган, другие хоккеисты. Но, возможно, возвращение Андрея Стася. И, может, не надо. Думаю, что, когда капитан есть в составе, то команда играет гораздо спокойнее и увереннее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шоколад. Так, так, так. Спорт питания? Ага, понятно. Все, прекрасно. Я уже отправляю это тренеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы уже на арене. Команда проводит прямо сейчас собрание. Из хороших новостей вернулся в состав Андрей Стась, капитан команды. К сожалению, не сыграет Джемель Смит. Конечно, надо упомянуть про наших белорусов. Вадимир Алистров, Сергей Сапека, который сыграет сегодня против нас. Знаем, что Степан Фольковский на травме. Надеемся, что сегодня они не будут результативными, как это было в прошлой игре. Также вспомним про Аликса Кличунька, у которого в 8 матчах 7 шайб. Нужно будет сегодня быть с ним повнимательнее. Ну, в общем, будет много интересного. Давайте скорее заходите, смотреть, что будет там происходить. Погнали! Виталий, конечно, наш кандидат от «Динамо» на поиск на матч звезд. У него уже матч звезд, матч звезд на матч звезд. Поэтому, пожалуйста, голосуйте, помогите Виталию попасть на матч звезд. Отличное начало матча Роман Гермав снова отличается. Еще 1-0, пока не так много опасных моментов в наших воротах. Но нужно быть внимательным, очень бдительным. Потому что в СКА ошибок получать не будет. Ну и, конечно, отмечу пару сайлов от Серебрякова, который пару раз выручил свою команду. И мы действительно могли развить преимущество матча. Ярослав, привет! Здрасте! Ты уже не первый раз ходишь на матчи «Динамо» в Питере. Расскажи о себе. Ну, занимаюсь хоккеем в СКА. А где занимался раньше? «Динамо». Скажи, за кого болеешь в «Динамо»? За всех. А есть лепимчики? Что? А лепимчики есть? Горбунов. Горбунов, все еще. Энос. Основин. То есть ты рад тому, что Горбунов забил? Да. Кто еще забросит? Основин. Основин? Да. У меня, неслово, какая-то сумасшедшая смена была в исполнении нашей команды. Штанга перекладит еще один стопроцентный момент. И после этого Яни Калдис наконец-таки забрасывает благодарную вторую шайбу. Мы снова ведем в счете. Сумасшедший матч. Проксили, может быть, не самые обязательные голы. Заступаем пока в счете 2-3. Но моментов куча, моментов очень много. Сокрали пару шикарных метров. Думаю, что те люди, которые смотрели трансляцию, согласятся, что надо просто забить. И понятно, что Владарев очень сильный. Бице-бирьков тоже отрабатывает на свои моменты. И где-то штанги выручают. Поэтому добавляющее везение, и все пойдет. Как матч? Очень эмоциональный. Такой идем кость-кость с СК. Но будем надеяться, что сейчас сравняем и выиграем. Как говорят и болельщики, читаю комментарии и эксперты, что, наверное, впервые видят такой матч, и такое деклассирование СК. Ну, мы видно, что переиграем во многих моментах. Но шайба пока не идет. Но надеюсь, что сейчас сравняем уже. Как думаешь, сегодня хватает? Реализация или еще-то еще? Ну, не то, что реализация. Наверное, этого последнего момента для гола не хватает. Чуть-чуть. Ты тренируешься с командой постоянно? Да, да. Какой вообще в команде настроение, чтобы было типа физически, есть осталась какая-то усталость? Нет, в принципе, усталости нет. Кому там нужна, кому нужен отдых, тому и как бы дадут его отдохнуть. То есть усталости нет, все только заряжены, и там продолжать победную серию. Как прав, ты уже проголосовал в голосовании на матч звезд за Митчукай Колосова? Пока нет, еще проголосую обязательно. Почему парень достойный сейчас? Ну, Пиня лучший бомбардир у нас, и вообще такой яркий хоккей Стоколос. Ну, хороший, стена наша. Как матч, как вообще эмоции по первым следам? Ну, один из самых худших матчей наш. Я думаю, все сыграли хорошо, но вот эти ошибки, которые мы допускаем, они сразу не прощают такие команды. в меньшинство. Потеряли игрока там. Вот эти галы. Твоих товаров реально поддерживают многие болельщики, которые писали комментарии, и эксперты у тебя во время матча четверства реально говорят, что возможно даже лучший матч в нашем исполнении против СК. Согласен ты с этим утверждением? Да, да. Один из лучших, 100%. У нас хорошее сейчас движение, хорошее взаимодействие. Мы начали больше понимать друг друга. Поэтому еще лучше будут, я думаю. О, эмоции, честно, 50 на 50. Вроде, как сказал бы, лучшая наша игра в сезоне против топ-команды. Ну, конечно, огорчены результатом. Свою игру отдали. Много моментов не забили. Ну, будем придерживаться такой игры, и все будет вообще отлично. Многие эксперты и журналисты пишут о том, что точно не лучше играть в СК. Согласен своим впечатлениям, и насколько сегодня реально игра давалась в плане моментов задавания, заседания. Я бы даже сказал не против СК, а вообще вот за эти все 16 игр, это, наверное, одна из лучших игр, где мы, я считаю, все три плюсы доминировали. Так что они правы, я думаю. Ну, по матчу какие эмоции, впечатления, что было тяжело в книгах? СК хорошая команда, быстрая. Нам чуть не повезло. Мы переиграли их полностью по игре. Много бросали. Хорошо сыграл их «Братарь». Где-то они реализовали свой момент. Ну, для тебя как бы сидишь на повестке, да, смотрел переходе Серебрякова. Как-то вам удается между собой общаться, коммуницировать, может быть, после матча? Валили друга за хороший матч? Ну да, похвалили друг друга. Он сказал удачи. Тоже пожелал удачи. Так, ну, следил, да, за новостей, что его обменяют. В какие моменты, когда команда не приедет реализация, как-то на тебя это влияет? Ну, знаешь, вот эта шайба не идет, не идет, не идет. Я не сказал бы, я особо не думаю об этом. Просто стараюсь выполнять свою работу и все. А впереди матч сухой. Какие ожидания, чем будете заниматься? Да, готовиться, как в каждой игре. Ничего такого особого. Обычный соперник. Ну, ты довольно много матчей уже повел, психологически, эмоционально устал себе. Наоборот, тебя от него должен держать в тонусе? Не, не сказал бы, все хорошо. Все время в тонусе. Да? Да, все хорошо. Ну, а по матчам, когда играли с СССР, много бросков? Или как-то там? Куда-то там? Дома, когда играли с СССР, там было бросков. Ну, да. То личный рекорд. Ну, судя по сатистике. Здесь сегодня было чуть-чуть поменьше. Ну, лучше что-то среднее. Чтобы не очень много и не очень мало. Это нормально в тонусе, все спокойно. Слушай, а когда, ну там, домашняя выездная арена, ты болеющий турестанец? Как бы не давлей там? В чем трибун? Своих? Или как бы... Дома приятнее играть. Ну, особо бы она и там не заморачивает. Концентрирует, что происходит на льду. Тебе, я не считал сколько ты раз становишься ленда в матче? Нет. Не считал. Завершилось твое видео. Филл себе репостнуло, где ты поливаешь свою форму водой. Обильно, да? Я это запросил. Ну, твое видео. Я давно удивлялся. Расскажи, для чего ты это делаешь? Может быть, опроверишь какие-то случаи, чтобы люди знают, что там, декадки или чего-то. Ну, я не люблю, чтобы форма была сухая. Я не люблю, чтобы была мокренькая. Тогда она облегает тебя, проще двигаться, наверное. Вот. Более мобильнее? Да, тогда. Теперь так все время делаю перед тренировкой, перед игрой. Ну, сколько это? Две бутылки воды. Две бутылки? Да, ага. Больше всех недоволен, максимум. Потому что приходится их наполнять. Да. Я видел, что у тебя там лужа стояла. А форма как потом сохнет? Да никак. Ну, по издевалке, если лежит. Ну, то есть она высыхает, скуляет потом? Ты же кирпесам еще обильно потеешь? Наоборот, я не хочу, чтобы она высыхала. Мне надо, чтобы она постоянно мокрая. Я бы ее вообще не сушил. А мне как форма пробивала? Ну, вольно было ловить или нет такого? Нет. Я же все-таки мочу. Все-таки не пробиваю. А у других тоже мочу? Руки, шорты? Не пробивай. Да. Вопрос. Матч «Дёст», опять же, космос лежит за голосованием. Насколько тебе было приятно это признание, что снова клуб номинирует как кандидата на попадание на матч «Дёст». Ну, приятно, конечно. Хотелось бы снова побывать там. Потому что прошлогодний матч «Дёст» запомнился с Виталиком. Хотелось бы снова ощутить это. Как оценишь сегодняшний матч? Какие впечатления, эмоции? Да, играли хорошо. Обидно, что, конечно, проиграли. И не забили опять свои моменты. Перебросали соперников два раза. Но счет на табло и счет на табло. К сожалению, поражение. Будем настраиваться дальше. Если будем продолжать играть в таком же темпе и стиле, то победы должны прийти. Чуть-чуть погромче, потому что это ведь не рейтинг. Второй вопрос. Ну, ты знаешь, да, что есть только голосование на матч «Звезд». Ты снова в номинантах. Да. Снова имеешь шанс на престижный звездный уикенд. Расскажи о своем опыте в прошлом году. Что было интересного? Что запомнилось? Да, вообще очень, да, классный такой. Мне запомнилось, что Боближе познакомился со звездными ребятами. С Нестеровым, с теми Жирошевскими. То есть все оказались обычными пацанами. Со всеми просто общаться. И, наверное, это самое главное и самое позитивное, что в следующих матчах пересекать все с ними уже. Пару слов может перекинуться. То есть только плюс. А со стороны внимания болельщиков? Шоу? Ну, сколько им интересного происходят? Этим, там, булиты, скорость? Что на них? Ну, хоккеисты подходят креативно, я считаю. Надеюсь, и болельщикам это нравится. Потому что в обычном матче такого не увидишь, что там происходит. Насколько тебе приятно, что болельщики сейчас за тебя голосуют? И клуб тебя увлекает в консиленцию от команды? Как это тебя мотивирует? Ну, очень приятно. Хочется радовать болельщиков тоже своими какими-то действиями, чтобы показывать, что не зря это все. Выбираю туда и буду стараться это делать. Ну, конечно, да, приятно, что болельщики выбирают. И огромное спасибо. Буду стараться, если попаду на матч звезд, оправдать и достойно выступить там.